У нас сегодня в гостях президент Академии Геополитических Проблем, генерал-полковник Леонид Вашов. Леонид Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, две темы у меня есть для вас. Это Министерство нашей обороны, бывший его министр, господин Сердюков, против которого отказались пока возбуждать уголовные дела. И ситуация в Египте, там тоже очень интересно развивается событие. Мубарка вот буквально на этой неделе могут выпустить из тюрьмы, с этим возникает масса вопросов. Чего бы вы хотели начать? Давайте с Египта, может быть. Давайте с Египта. Действительно, бывшего президента Египта Хосиня Мубарка, которого судят в частности по обвинениям в гибели сотни людей в результате акции протеста 2011 года, уже на этой неделе реально могут выпустить из тюрьмы, потому что суд отменил обвинение по одной статье, а именно участие в коррупционных махинациях. Что это значит, если Мубарк действительно выйдет на свободу? Что вся революция похерена, и поэтому теперь Египет возвращается к тому, с чего начат свою арабскую весну? Ну, вы знаете, вот даже если Мубарк выйдет из тюрьмы, он уже на политический процесс не повлияет, вот, и, конечно, участвовать сам не будет. Там события носят, знаете, такой, во-первых, многоплановый характер, и носят характер столкновения глобальных сил. Ну, ведь давайте посмотрим, кто такие братья-мусульмане. Исламисты. Исламисты, да, но где штаб-квартира все эти годы, вот, после запрета находилась братьев-мусульман? Она находилась в Лондоне, в Лондоне, и она находилась под патронажем британских спецслужб. Конечно, там и американцы использовали, и так далее. Все, короче, кому это выгодно, вот, они их использовали. А в чем выгода? Ну, во-первых, формула, вот, которой руководствуется британская политика на Ближнем Востоке, она еще в начале 30-х годов прошлого столетия была сформулирована Лоуренсом Аравейским, президентом британской разведки, где он сказал, наша задача, задача Британии, значит, наша задача заставить арабов воевать против арабов за наши интересы. Вот, сегодня там сосредоточены основные интересы Запада, и не только нефтяные. Вот, и вот, то, что сегодня происходит, понимаете, с одной стороны, вот, Запад, который, значит, как бы способствовал приходу своей агентуры в лице братьев-мусульман к власти в Египте... То есть, простите, я просто хочу уточнить, потому что, когда только начиналась арабская весна в Египте, многие эксперты говорили о том, что Западу это настолько не нужна, вот эта заварушка на Ближнем Востоке и в Северной Африке, что это наверняка дело внутреннее. И это абсолютно тот, как бы, тот бунт, который зрел в душах египтян в течение 84-х лет. Вот, предположим, на сегодняшний день картина кардинально меняется, что ли, реально, к власти братьев-мусульман к в Египте? Вы понимаете, каждая операция, она, значит, содержит, ну, как всегда, предварительный этап, это легендирование операций, то есть дезинформация, маскировка там и так далее. Вот это, безусловно, было, потому что выпустили этого джинма именно британцы в согласии американцев. Тогда я разочарована у них. Они не смогли, они выпустить-то выпустили, а удержать не смогли. Нет, 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 здесь все решается нормально. Они выпустили для того, чтобы вызвать вот это противостояние. Но посмотрите, кто сегодня выступает против братьев-мусульман. Ведь американцы отказались, значит, вот новой власти, временному правительству, значит, там, оказывать финансовую поддержку, то, что делали раньше и так далее. И, казалось бы, вот этим можно военных немножко придавить, прижать. Но сегодня вот все расходы, даже более того, вот компенсируют и американские вот эти кредиты, финансируют американскую помощь и помощь Запада, Саудовская Аравия. Почему? Почему вот в Египте так поступает, в Сирии по-другому? Потому что братья-мусульмане не ограничатся только там Египтом, Сирией и так далее. Саудовское королевство ожидает, власть, по крайней мере, ожидает, что эти же процессы будут запущены и в Саудовскую Аравию. Тоже руками Запада? Руками Запада, безусловно. Чтобы весь арабский мир, это вот одна ось, как бы Запад-арабский мир. И вот то, что Саудовская Аравия сегодня работает полную и признает это правительство, поддерживает и так далее, это есть противостояние вот части арабского мира, значит, с Западом. Но есть и другая... Очень интересно, что Саудовская Аравия вдруг встала и начала сопротивляться Западу. Ну, начальник Саудовской разведки прибыл в Россию и встречался с президентом Путиным и больше ни с кем. Вот. Это о чем-то говорит. И именно египетская проблема, как я полагаю, стояла во главе, чтобы Россия, ну, не стала на сторону там братьев-мусульман. Но здесь и другая ось противостояния. Посмотрите, Турция, казалось бы, мусульманская, светская страна, и вдруг становится на сторону братьев-мусульман. А что же в этом удивительного, если половина турецкого правительства состоят в этой организации? Ну, то есть, меня как бы это как раз не удивляет. Да, да, да. Ну, для... Мы говорим вот нашей широкой аудитории. Казалось бы, вот Турция. Ну, Турция, мы понимаем, она находится под мощным влиянием и Соединенных Штатов, и Британии, и в целом Европа. Она еще не избавилась вот от иллюзии возможности вступить в Европейский Союз. Вот. Бизнес завязан на Европу и так далее. Это... Но. Вот здесь мы смотрим сегодня. Есть вторая ось противостояния. Сунит и шиит. И она очень остро проявляется в Сирии. Да. И вот Турция и Эрдоган, значит, они... Вот руководство попало в такую ситуацию. Значит, в Турции братьев-мусульман поддерживать, а здесь отвергать, ну, подвергать самого себя воздействию этих же братьев-мусульман. Я прошу прощения, у нас поверстки сейчас на рекламу уйдем и непременно к этой теме вернемся. Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов, в студии РСН. Рекламу, и мы продолжим. Умные парни. Друзья, в студии РСН, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов, мы продолжаем. И до рекламы Леонид Григорьевич сказал следующее, что Турция оказалась в тисках в определенных, потому что со стороны Сирии ей как бы нужно поддерживать братьев-мусульман, а с другой стороны она должна поддерживать Запад, потому как напрямую зависит от Запада. И, как вы сами сказали, все-таки вопреки заявлению Мордогана не утратила иллюзии о вступлении в Европейский Союз. Почему тогда, если в таких тисках жутких оказалась Турция, самый яркий огонь сейчас происходит, вот именно горит именно в Египте, в Северной Африке? Ну, в Турции удалось погасить вот эти народные волнения, там протестные волнения и так далее, которые несколько раньше были, ну, как говорится, слава богу, не перелось все это более такое жесткое противостояние. А вы хотите сказать, что дело было вовсе не в этом парке Гизи, а вот это было же начало того, что вот сейчас в Египте происходит? Вот здесь я бы хотел сказать нашим радиослушателям, вы понимаете, вот, для чего существуют спецслужбы, для чего существует сеть там неправительств, организации, которые финансируются государствами. Вот. А все это существует для того, чтобы работать за рубежом, работать тайно, теневым таким образом, в пользу своих интересов, интересов того государства, которым принадлежат. Вот. И в Турции, там, посмотрите, что, вот, политик, к чему привела политика Эрдогана? Первое, Иран, там, Сирия, Китай и где-то, наверное, российские спецслужбы, вот, по сирийскому вопросу, они должны были действовать против Сирии, против политики, смягчить. Это раз. С другой стороны, те же братья-мусульмане, вот, те же курды, там и еще много таких этнических групп. Которые не нравится вот эта политика нынешней Турции. Нужно понимать, что вот исследователи наши, российские и западные, пишут, в частности, вот, немецкие, что в Турции коренных турок 37% всего лишь. И вот эта вот неправильная, особенно такая эгоистическая, национальная турецкая политика, она сразу приводит в напряжение другие этносы. И это обязательно используют там спецслужбы. Так что, кто-то действительно помогал. Но вот протест против вот этой непоследовательной политики Эрдогана, он вызрел в Турции. Удалось его погасить. Разве можно, разве можно винить Эрдогана в непоследовательности его политики, если он должен разбрасываться просто как постоянно делящийся на части атом? Ну, а вы же сами говорите, что это его вынужденная позиция. Понимаете, вот непосредовательность в чем проявляется? Ну, давайте возьмем вот Ближний Восток, отношение Турции. Эрдоган, ну, в целом будем говорить, турецкое правительство, вот, после атаки Ирака, уничтожения иракского государства и усиления курдской автономии, по сути дела заключает союзные отношения между Сирией, Турцией и Ираном. Вот. И вот эта политика, она носила довольно такой, знаете, сильный характер. Что здесь вроде и претензии на роль там лидера в исламском мире и на Ближнем Востоке. И вот эта политика, которая как бы объединяла население. Вот. Она носила антиамериканский характер, антиизраильский характер и так далее. Затем Эрдоган вдруг резко разворачивается. Вот Сирия с Ираном понятно. Выстраивает враждебные отношения на территории Турции. Начинают формироваться боевые отряды и направляться в Сирию и так далее. Конечно, большинству населения это не нужно было. Посмотрите в отношении России. То обнимаются с нашими президентами, подписывают соглашения там, экономические транспортные соглашения. То вдруг сажают наш самолет и так далее. Турция не особенно воспринимается и в Европе. И в результате вот Эрдоган привел к тому, что союзников сегодня у Турции нет. Не только там военных, но и политических сегодня. Вот. И в этом его слабость, собственно говоря. Про союзников, если мы заговорили. Если так активно там орудует Запад, и все это делается руками Запада для того, чтобы устроить этот хаос, кто из союзников остался у Египта и на кого рассчитывать временному правительству Египта? Насколько я понимаю, если я правильно понимаю, то ситуация там такая. Не было никаких выборов, никакой мурсии, ничего не... Вот как была военная хунта на протяжении десятилетий. Фактически правит бал в Египте, это египетская армия. Ну, вы знаете, это может быть и счастье Египта, что военные там популярны. Что военные удерживают ситуацию. Но вы говорите, кто союзники у Египта? Вот сегодня у нынешней реальной власти, у военных и временного правительства число союзников растет. Растет. Ну, во-первых, несмотря на то, что отношения напряженными они будут между Сирией и Египтом, Мурсизы объявил, по сути дела, джихад сирийскому руководству. Военные сдержанно относятся. Второе, вот я говорю, посмотрите, Саудовская Аравия, Кювейт, страны Персидского залива, там, не шиитский. По сути дела, Суницкий сегодня, Ближний Восток, он сегодня на стороне египетских военных. А это достаточно мощный, достаточно большая такая финансовая мощь и вооруженная мощь и так далее. Вот так что союзники есть. Союзники есть. Дальше вот эти отношения, я полагаю, будут усиливаться. И мы увидим, вот если американцы не изменят, и англичане не изменят свою политику поддержки вот нынешних братьев-мусульман, то Восток Ближний начнет консолидироваться. По крайней мере, Суницкая его часть. Кто плюс кто? Консолидироваться в какой массе? Консолидироваться, ну вот будем говорить о режимах, ну естественно, значительная часть народа. Саудовская Аравия, Кювейт, страны Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Египет и так далее. Вот эта консолидация будет прочитываться. Спрашивает пятый наш слушатель, кто играет все-таки первую скрипку событий в Египте, демократы или республиканцы США? Кажется, до Обамы Египет был всегда в отчине республиканцев, и помощи они оказывали Египту в разы больше. Вы знаете, я честно говоря, вот не верю, так сказать, в принципиальное различие между политикой республиканцев и демократов. Вы знаете, у Америки вот нужно позавидовать им, не в плане действий, а в плане вот, так сказать, стратегий. У них есть идея, и идея мировое доминирование, мировое господство, и здесь они расходятся только, вот как там Киссинджер-Бжезинский, например. Бжезинский глобальное лидерство, тот глобальное доминирование, но суть одна и та же. Быть первыми на планете, управлять планетарными процессами. Но Обама, по-моему, в крайней отличии, идеология Обамы, по-моему, крайней отличается от этой вот идеологии мировой лидерства. Второе, стратегия одна и та же, политическая стратегия одна и та же. Вот нюансы уже в тактике. Кто-то больше бряцает оружием там, говорит более жесткие такие вот фразы, как, например, Джордж Буш, и это характерно для республиканцев. А демократы применяют мягкую силу. Какая из них эффективнее, тут сказать трудно. На одном этапе там вот как в Ирак вошли военные силы, сработали, но дальше она перестала работать, военная сила, вот особенно в Афганистане. И вот здесь демократы применяют более мягкие способы, но достигают, если не больших, то таких же, по крайней мере, результатов. Поэтому от президентов зависит американских, зависит немного. Там есть сложившаяся элита, сложившийся консенсус, спорить могут там по внутренним проблемам, еще почему-то. Но в отношении лидерства или там гегемонии Соединенных Штатов и основной стратегии, что эта стратегия должна быть наступательной и так далее, различий здесь нет. Продолжение следует...